Инстартинг представляет Две стороны успеха Кто из вас собирался бегать по утрам? Должно быть многие. С чего вы начинали? Шли в магазин, покупали себе кроссовки, напульсник, айпод, закачивали туда музыку и бежали. Бежали страшно гордой собой, ведь вы наконец-то встали на путь, ведущий к здоровью и красоте. Бегаете ли вы сейчас? Скорее всего, нет. А почему? Когда вы начинаете бегать, примерно на третий день у вас уже болят мышцы. Настроение падает, и вы придумываете кучу отговорок. Лишь бы не бегать, вы сдаетесь. Если говорить о бизнесе, то причина неудач не настолько очевидна. Такое малое количество бизнесов доходит до успеха из-за того, что на своем пути им встречается яма. Яма. Уровень первый. Как только вы начинаете работать, то, как правило, полны энтузиазма. У вас что-то получается, приходят первые клиенты, первые договоренности, первые деньги. Вы словно летите на крыльях успеха, в надежде на скорые миллионы, которые вот-вот свалятся на вашу голову. Вы испытываете мощный эмоциональный подъем от осознания богатств, которые сверкают впереди. Однако в определенный момент вся бурная радость куда-то уходит, потому что вы попадаете в яму. Яму можно определить как эмоциональный спад, как удара проблемы, который сбивает с пути 99% людей, пытающихся чего-либо серьезно добиться. Действительно, так уж устроена человеческая природа, что когда мы начинаем чем-то заниматься, всегда поначалу испытываем эмоциональный подъем. Однако не все знают, что потом обязательно будет спад, эмоциональная яма. Она связана прежде всего с первыми проблемами. Дело в том, что, читая, например, о бизнесе в книгах или смотря на экранах, мы видим улыбающихся звезд и дорого одетых миллионеров, которые живут счастливой жизнью. Мы видим идеальную картинку, не подозревая о трудностях, через которые пришлось пройти этим людям. Важно понимать, что у радостных звезд, например, у Ричарда Брэнсона, который живет сейчас на своем острове, далеко не все всегда шло гладко. У них было много проблем и неудач. Причина их успеха в том, что они сумели пройти через яму и воспринимают ее как норму. Яма – неизбежный феномен, который преследует всех, кто хочет достичь чего-то серьезного. Спортсменов, ученых, музыкантов, бизнесменов. Она представляет собой прекрасный механизм фильтрации общества. Если бы ее не было, все были бы миллионерами с накачанным прессом, идеальным английским и белозубой улыбкой. Именно умение пройти через яму, не свернуть, когда находишься на эмоциональном дне, определяет твою способность достичь результата. А чтобы вам еще проще было понять, что такое успех, давайте представим его в виде айсберга. Над водой – то, что видят люди. Под – чем он на самом деле является. Ведь у успеха две стороны. Самодисциплина и постоянство усилий. 20% – важнейший элемент успешности. Каждый день нужно работать над собой, учиться новому, улучшать свои навыки, общаться с успешными людьми. Знания и умения – 12%. Необходимо постоянно развиваться и получать новые знания и навыки, чтобы достичь результата. Причем умения и навыки значительно важнее, чем просто сухие знания, которые вы не применяете на практике. Ошибки и шишки – 20%. Действительно, человек учится лучше всего на собственных ошибках. Человек никогда не научится плавать, пока не начнет в первый раз тонуть. Никогда не научится кататься на коньках, пока сто раз не упадет. Так же и в остальных сферах жизни. Мотивация – 15%. Если не будет внутреннего огонька, который будет двигать нас к достижению результата, то совершенно ничего не получится. Терпение – 15%. Однозначно придется терпеть кучу падений и застоев. На самом деле, этот процесс можно значительно облегчить, если к нему просто по-другому относиться. И вот теперь мы подобрались к верхушке айсберга. К тому, что видят окружающие. Это деньги – 10%. Признание и уважение – 5%. И последнее – это удача и везение – 3%. Яма. Уровень второй. Ямы второго уровня достигают не все. Как узнать, что вы в нее все-таки попали? Это так, если вы добились успеха, зарабатываете деньги, но эти выступления, продукты питания, сантехника или мебель сидят у вас в печенках. Бизнес просто вам надоел. Раньше вы думали, что новая машина, дом, квартира, одежда принесут вам ни с чем не сравнимое удовольствие. Но теперь, когда вы это получили, уже не чувствуете ничего и понимаете, что все было бессмысленно. Значит, вы попали в яму второго уровня. Она намного более коварна, чем первая. Когда вам надоедает бизнес, вы думаете, если мне стало скучно заниматься плиткой, надо просто поменять нишу. Однако, если вы идете в новую нишу, проходите через первую яму и достигаете результатов, она надоедает вам ровно так же, как надоело прошлое, и вы вновь идете по одному и тому же циклу. Знаете, что выход из ямы второго уровня находится в совершенно другой плоскости. Если первая яма преодолевается силой воли, то вторая преодолевается изменением подхода, изменением мышления. Первое, что вам нужно понять, что бизнес – это не продукты питания, ни мебель, ни сантехника. Бизнес – не товар. Бизнес – это система, в которой вы должны быть архитектором. Именно системное мышление, управление показателями и делегирование будут для вас ключом к осмыслению своей цели в бизнесе. Вам нужно найти дело, которым все-таки хочется заниматься, дело своей жизни. В этом случае вы никогда не свернете со своего пути. Напоследок хотим сказать, что успех и счастье должны идти бок о бок. Никогда не забывайте об этом. Ведь самый богатый – тот, чьи радости требуют меньше всего денег.